Приветствую! Есть новости, есть что показать, поэтому решил заснять то, что вышло, но еще не в заточенном состоянии, поэтому будет второе видео, которое будет присоединено сзади вот к этому видео, а пока обзор не заточенных еще бритв. Так, и слева направо, да, как книгу возьмем. Давайте так. Вот с правой из-за, как его там, акрила композитного. Вот такая вот вышла, веселенькая. Воткнул ее сегодня просто так, потому что у нее пятка в ноль, и боюсь, что она просядет. Если она не просядет, это будет все хорошо, а если просядет, то будет не очень хорошо. ну, там будем думать и гадать, то ли, то ли, что ли, как бы по распродаже и пускать. Да что ж такое-то? Вот она где. вот так вот. Ладно, баловство это все, что я вам сейчас показываю. Ах, да, ну да. В общем, все ровно. чтобы демагогию не гонять, вот это вот с инкрустацией. реально не знаю, что нарисовать, как нарисовать. то есть, нужны рисунки, ну, желательно попроще, потому что тут не раскинешься особо на такой площади, площадь минимальна. видите, то есть вот у меня палец, и вот оправа. У меня палец шире, чем оправа, поэтому тут просто негде размахнуться. И рисунков много, но подобрать что-то такое сюда, чтобы влезло, ничего нету. Во-вторых, линии должны быть не сильно гнутые, но обязательно гнутые. Вот видите, тут тоже, как бы, это, поэтому рисую просто из головы, от руки, то, что вот в голову взбрело, бредовые, как говорится, вот такие вот вещи, и все, и вот их втюхиваю в оправу. А я вам вообще клинок-то показал? Нет, наверное, да? Ну, да, что делаю, то и показываю. Ну, так как-то. Давайте уж раз начал, покажу. Ну, что, что сегодня с резкостью у нас? Не дружим совсем. Это орех американский. Это граб мореный. Листочки, не сердечки. Если кто подумал уже про сердечки. Хотел всю ее так сделать, но не знаю, что ты. Чикзон, может, в следующий раз сделаю. То есть, желание делать листочки остановилось на втором. Вот, как бы, осенний уже вариант, осень скоро, осень близко, а значит, нужно что-то такое, да. Ну, вот, как-то еще, как ее показать-то, вот так вот. Да, и вот так вот, раз уж мы так начали показывать. Да, все ровно, все прям ровно. Вот, смотрите. Уж поверьте мне, я бы вам сразу сказал, если было бы что-то неровное. Вторая из-за тоже граба мореного. Вот, вот, да, тут с инкрустацией что-то, и тоже, вообще завис вот, это крайнее, которое я думал, прямо реально рыбу сделать. Ну, как-то реально рыбу, ну, хочется линий, что-то такое, да, как говорится на черном квадрате Малевича, хочется каких-то линий, а не вот в мелочах, там, жабры, плавники, там, глаза и прочие дела. Вот так вот эта бритовка выглядит, так, это вот в раскрытом состоянии, с таким вот клиночком, с таким вот клиночком. Кто мне спрашивал, вот это вот? Это 19-й год, 19, дробь, 8, 8-й месяц. Все ровно, естественно, естественно, все ровно, иначе бы я вам об этом сказал. Я вам что-то не показывал, наверное, вот эти вот насечки-то, да, или вы в прошлый раз уже их видели, в принципе, да. Так, ну вот, давайте сразу с насечки начнем. Опаньки. А? Только на русской бритве вот такой вариант. Вы видите такой вариант где-то в другом месте? Будьте уверены, это подделка под русскую бритву. Да. И инкрустация. Буду медленно показывать, потому что хочется показать вам быстрее, видео укоротить со счет этого. Ну, я иногда, бывает, смотрю свои видео, а там такая вертикня. Ну, не знаю, вроде видно. Вот такие вот вещицы вышли. Очень даже, очень прям... То есть, хочу придраться, не могу найти, к чему придраться. Это уже здорово. Это уже здорово, потому что я, ох, как люблю придраться к своим работам. А еще я вам показывал, наверное, правую. Может, кто помнит, что у меня вот такая вот оправка. Реховая. Я делал ее как запасную. Вот. Вот так он выглядит после обработки. Если кому интересно. Вот. Она просто останется под любой такой вот клинок этой модели, именно этой модели. Поэтому, если буду что-то производить... Вот она, моделька. Вот к ней. И оправа уже будет с заготовки, вот именно из-за ореха. Все. Получилось удачно. Все. Как хотелось. Все как надо. Я доволен. Единственное, что вот здесь я добавил, но это в следующем уже в каком-то варианте. Добавлю этих листочков штук пять. По всей длине. Да? Как бы так вот. Ну, ладно. Обещал показать. Вывесить. То есть, в Ютубе вот после заточки. Значит, так и будет. Не буду вам дать каждодневными вот этими обзорами. Хотя, и позаривать есть что. Новостей навалом. Но они все какие-то такие покасательные, посредственные. То есть. И поэтому особо показывать, как бы не хочется вас вот тут, то есть, грузить вот этим вот всеми. Новостями. Ну, которых просто каждый день сотни. Поэтому только по существу, только, то есть, по бритовкам. Вот именно по результатам. Именно. Все. Следующее видео будет другой день. Какой, пока не знаю. Как получится. Как попрет. Сегодня тоже все равно ляма началось. А потом как-то разогнался. И как-то пошло, пошло, пошло. И вот, то есть, половину дня работал. Вообще, как-то даже с не особо каким-то желанием. А потом вот разогнался. И с огромным удовольствием уже вторую часть работы завершал. Что ж. Снова здравствуйте. Второй день работ. Вот, работы проводились именно заточкой. И только заточкой. Потому что все остальное было произведено вчера. Потратил я на заточку 6,5 часов. Но многие понимают заточку просто как заточку. То есть, это не совсем то. Но, то есть, большее количество времени потрачено именно на формирование кромки. Которая вот с нуля производится. Это самое такое муторажное занятие. И уже только после этого, когда все это будет готово. То есть, вот, больше половины времени я потратил, в принципе, на формирование кромки. А все остальное, оставшееся время, на заточку. Итак, приступим к обзору. Первая бритовка. Листопад, листопад. Хочется спеть прям. Ну, заточки все отличные вышли. Ровненькие. Зря я тут беспокоился, что тут как-то просядет, не просядет. Но не зря же, все же. Делаю вот этот ромб. 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 Как вам показать? Я уже показывал ее много-много раз. Сейчас еще разок покажу. Ромб. Это вот на бумажке. Сейчас я его нарисую. Вот. Вот. Это не так все крупно выглядит. Это все очень-очень мелко. Но вот этот ромб, он всегда присутствует на кромке. И за счет чего? Вот всякие нюансы. Когда видишь, что вроде дрендец, заточка может не выйти. Но вот этот ромб, он всегда спасает. Не зря же его уже веками используют производители, чтобы избежать таких вот нюансов. Если, например, старые бритвы, там вся сточенная, там хлам, он будет только расширяться, у нее будет кромка, ширина будет увеличиваться. То вот у новых бритв, а наоборот, вот этот ромб будет стачиваться, и ширина кромки будет уже. Бритвки полностью готовы, что сегодня развешу на сайте. Вообще не факт, умотался конкретно просто, просто в хламину. Вот. Претензий к ни к одной бритве нет. Хоть тут и навевала у меня, как бы, всякие варианты, всякие думки тут были. Да, конечно. Вот, кстати, вот здесь вот даже, например, вот мимо камеры, специально посмотрел. Видите, уже к пяточке. Кромка. Но это, опять же, пока новые бритвы, она потом будет выравниваться постоянно. Но, как раз вот на ней я не видел никаких таких вариантов, которые бы могли бы предсказывать какую-то неровную заточку. Вот, вот, которая с акрилом, на которую я как раз вот и грешил. Вот. Видите, она зауженная заточка. Но не просевшая. И впоследствии, когда бритва когда-то будет затачиваться, то вот это место будет заужаться, а то будет оставаться на том же уровне. В итоге она будет тогда выравниваться. То есть еще век, два, ну, смотря в какие руки попадет, ну, в смысле, каким заточником будет попадать тоже, это важно. Ну, и желательность на них не тоучиться не будет. Я вообще тут краю муха слышал, что против меня тут как бы типа заговора, что, мол, мои бритвы-заточники тут заговариваются не точить специально именно мои. Ну, знаете что, тут причины две. Или я умешаю продавать старье, либо вы нифига не умеете. Ну, это только к тем относятся, которые вот именно вот такие сговоры ведут. Ко всем остальным заточникам, а их много таких заточников, которые, то есть, в этом сговоре не участвуют. То есть им не страшен, как говорится, серый волк. Они заточат любую модельку, любую бритвку. Не важно, чай, как, что. Вот. Вы уж извините, правда, она такая матушка, как говорится. Но сейчас я сниму вторым роликом. Ну, правда есть правда. Ну, факт есть факт, я же ничего не придумал. Давайте попробуем маленько, порубаем. Вот, я не знаю, надо это вообще показывать. В принципе, слишком заезженная вот тема с этим рубаловым, да? Волос. То есть, как бы, смысл тут. Но всё же покажу, что, да, факт есть факт. Заточено до рабочего состояния. Где там волос-то, блин? А, он укушенный. Блин, я, наверное, мимо камеры показал. Давайте ещё дальше. И ещё вот так вот. Ну, в принципе, показываю одно и то же, но вот с разными бритвками все берут, любую бритвку, любую из этих беру и пробуем. Хоп. Хоп. И оп. Ну, как бы, да. И так будет с каждой. Вот, не буду вас втомлять вот этими вот рубищами. Бритовки полностью изготовлены. И ожидают размещения на сайте. Сегодня не факт, вообще не факт, но всё же я изрекаться никогда не люблю, потому что мало ли как она. Судьба-то, да? А то, что вот, ну, как минимум завтра я уже постараюсь их вывесить, и они будут доступны для заказа. По ценнику ещё не считал, но сразу скажу, что заготовка практически 17 тысяч, пластинка. Плюс там всякие работы, шлифовками и прочими фиговинами, материалы там, то да сё, чехол там. Ну, сколько она набежит, даже не знаю. Ближе к двадцатке всё-таки. 19-20, как минимум. Это как минимум. Вот, потому что никогда не говорю ценники, потому что я не люблю балаборить, потому что если я не знаю сам итоговую цену, которую ещё не считал, поэтому обычно про молчу лучше. Но тут я просто считал себестоимость пластины, и поэтому вот так ориентировочно на скидочку говорю. Вот. Есть ещё идеи с инкрустацией на будущее. Вот. Ворланд, спасибо. Подкинул прям вообще класс идея. Не знаю, смогу ли я её, конечно, в жизнь воплотить. Но посмотрим, посмотрим. А на этом, в принципе, всё. Увидимся в Ютубе. И вообще, до новых встреч, до новых обзоров. Пока.